А мы всё делаем с огромной суетой. Является ли это признаком высочайшего уровня интеллекта? Скажите мне. Предполагается, что мы должны обладать самым большим интеллектом. И без сомнений, у нас самая развитая нервная система на планете. Да? У нас самая развитая нервная система, которая позволяет ощущать, чувствовать, переживать, воспринимать. А также понимать и выражать всё наивысшим возможным образом. Но ни одно другое существо на планете не страдает так же, как человек. Просто потому, что вам дали супер-суперкомпьютер. Вы согласны, что это самый сложно устроенный гаджет на планете? Не айфон, а я, ай. Но вопрос в том, прочитали ли вы руководство по эксплуатации. В этом-то и дело. Люди не прочитали руководство пользователя для самой сложной машины на планете. И пытаются её использовать как-нибудь. Всё становится проблемой. Назовите мне что-то одно, от чего люди не страдают. Если они бедны, страдают от бедности. Сделаешь их богатыми, станут страдать от налогов. Если необразованные, страдают от этого. Отдай их в школу. Море страданий. Неженатые страдают, что неженатые. Попожени их. Ничего не скажу. Я ничего не сказал. Нет детей. Некоторые люди страдают от этого. Есть дети. Ежедневное страдание. Похоже, что вы страдаете от абсолютно всех аспектов жизни. Но если вам продолжить смерть, вы уйдете с радостью? Нет, опять же будете страдать. Назовите мне что-то одно, от чего мы не страдаем. Сейчас люди придумывают такие философии. Жизнь — это страдание. Нет, нет. Жизнь — это не страдание. Но и не радость. Она просто есть это явление. Если вы ловите волну жизни, это прекрасно. Если она обрушивается на вас, это ужасное ощущение. Поймали ли вы волну жизни? Или она подмяла вас под себя? Вот в чем вопрос. От чего же страдают люди? Простите, как вас зовут? Скай. Скай, как небо. Большой человек. Ты большой человек. Скай. Когда на тебя в последний раз нападали с ножом? Пусть даже ты и живешь в Лос-Анджелесе. Это было давно. Итак, я спрашиваю вас. Сколько страданий человека на самом деле приходит извне? Мизерная часть, не так ли? Остальное он устраивает себе сам. Он страдает, если сидит, страдает, если стоит, страдает, если что-то случается, страдает, если ничего не случается. То есть он страдает от своих же психологических переживаний. Мысли и эмоции человека превратились в такое огромное страдание. То, как вы думаете и чувствуете. То, как вы думаете и чувствуете. Разве это не должно определяться вами? Да? То, что происходит внутри вас. Разве это не должно происходить так, как вы хотите?